Крымск, июнь 2013. О том, что год назад этот город был на 70% затоплен, сегодня мало что напоминает. Восстановлен, отмыт. Крымск сегодня одна большая стройка. Ее главный куратор, глава района Анатолий Разумеев, показывает губернатору, как меняется город. Ремонт дорог, тротуаров, реконструкция скверов и городского парка. Это лишь видимая часть айсберга. В Крымске капитально ремонтируют социальные объекты. В новых микрорайонах школы и детские сады строят с нуля. Как ситуация посредством детского сада Василька? На какой стадии? На сегодняшний день строительные работы полностью завершены, имеется в виду основной конструкции. Садик выведен под крышу. И сегодня уже приступили к отделочным работам. Согласованы материалы по отделке. Это плитка, это линолеум, это сантехника. К первому сентябрю мы завершим строительство и вот этого детского сада эксплуатации. Семья Гайдукевична. Васильев в новом микрорайоне Надежда справила в мае. Долго решали дом покупать на жилищный сертификат или взять квартиру. Больше всех просторным комнатам радовался маленький Кирилл. До наводнения они жили в старом небольшом доме. Теперь в его детской места хватает даже для большой машины. Для Марии и Михаила 7 июля 2012 дата особая. Они не вспоминают, как ночью спасались 4-месячным малышом, когда в дом пришла вода. Важное событие в жизни их сына, говорят родители, случилось днем. И мы в эту ночь готовились на крестины. Нам сказали, что если Бог дал, что надо крестить в этот день, то получается, что что бы не было, надо ехать и крестить. Мы 7 июля покрестили своего ребенка. Как устроились новоселы, поинтересовался и Александр Ткачев. Микройон, по-моему, неплохой. Очень хорошо. Нам очень все нравится. Как для молодых очень хорошо. Микрорайон «Надежда» построенный специально для пострадавших от наводнения. Практически полностью заселен. Сегодня здесь живут полторы тысячи человек, но в перспективе будет намного больше. План застройки предусматривает строительство коттеджей, многоэтажек и даже ледовой арены. Здесь школа, большая на 3,5 гектара детский сад, большое спортивное ядро. И здесь возможность размещения спортивных сооружений. Но это пока в планах, а как сегодня живется в новых домах. И чего не хватает в строящемся микрорайоне Александр Ткачев, поинтересовался у жителей. Пенсионеры посетовали, общественного транспорта не хватает. Маршрутки ходят редко и не по расписанию. Ждут в надежде открытия магазина. Что касается магазина, в сентябре месяце Пускиво. Там действительно я сейчас с подрядчиками разговаривал, дал там чертеем. Немножко, чтобы ускорили. Они хотели вообще принести на октябрь, ноябрь. Что касается работы общественного транспорта, я сейчас буду на совещании в городе и задам вопрос исполнителям. И узнаем причины, почему и так далее. Если мало, значит увеличим количество. У каждого из живущих в надежде есть своя трагическая история, связанная с 7 июля. Но история спасения здесь у всех одна. Со всех районов штабы, я им так говорила, я к ним обращалась. Кореновский там у меня по соседству, Ейский, я так говорила. Девочки, пока вы здесь, мы дышим и живем. Вот это честно. Теперь ваши работники все вот настолько решали вопросы, настолько удовлетворяли такие погибшие души наши. Огромное спасибо. Мы хотели, чтобы все получилось, чтобы у вас были комфортные, нормальные условия для жизни. И я, как никто другой, видел, что вы принесли. Задача сегодня стоит, чтобы Крымск возродить. Задача, чтобы действительно и вы, и вы, и вы, безопасность, чтобы ничего подобного никогда не повторилось. Год назад ровно мы приехали сюда, чистое поле. Спустя год, такой год меньше, мы же начали строить там где-то в августе-сентябре. И сегодня вы уже выживете, вы уже нас критикуете. С умом и по-хозяйски подойти к решению житейских проблем крымчан Александр Ткачев отдельно просит главу района после на совещание. Аптеки, магазины, школы и транспорт – все, что требуется для комфортного проживания, должны обеспечить власти. И даже больше. Нам нужен новый Крымск с другим качеством жизни. Хочу обратиться к главе, что многие вопросы, даже где поставить остановку, где в первую очередь положить асфальт, магазин, нужно советоваться с людьми. Нужны любые вопросы, не только стратегического развития, но и небольшие, обсуждать с людьми. На встречах, на сходах. Потому что мы, конечно, большие начальники все. Мы привыкли, что нам бедней, мы больше знаем. Но порой бывает так, что в этой круговерьте, в этой повседневной суматохе, мы, может быть, не заметим и главного. А люди, они мудрее. Поэтому повнимательнее, поближе к людям. К решению городских проблем готовы подключиться и сами жители Крымска. На встречу пришли самые инициативные. Многих волнуют проблемы и благоустройства, и ЖКХ. У кого-то нет горячей воды, другие переживают, что строительство новой котельной идет медленно. Губернатору жителей района задавали вопросы на разные темы. Диалог получился. Задавала вопрос насчет воды. Мне пообещали через три дня, я узнаю, пообещали через три дня подключить воду горячую. Была проблема котельная. Дело в том, что в последние годы у нас практически нет отопления. Люди пользуются обогревателями. Пообещали к отопительному сезону, что все у нас будет хорошо. Будем надеяться. Но остаются еще вопросы по компенсациям потопленцам. Краевые службы вновь обошли все пострадавшие семьи. Выяснили, кто и почему еще не получил деньги. Чаще всего люди ждали решений суда, и вопрос только-только решился в их пользу. Гарантирую всем тем, кто проходит эти инстанции и имеет на руках уже решение, в ту или иную сторону. В течение ближайших двух-трех дней эти деньги будут перечислены на ваш счет. Все, кому положено, получат средства. Этот год и следующий, решающий для Крымска. Как заявил Александр Ткачев, в благоустройство города будут вложены беспрецедентные средства. Только в ремонт дорог более полумиллиарда рублей. Построят ледовый дворец, бассейн, несколько детских садов и офисы врачей общей практики. Словом, все только начинается. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Антон Калиниченко, Денис Москаленко, 9 канал, Крымск.